Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковой залозы. Антраль. 125 безпілотників атакували сім регіонів РФ. І це лише за версією Міноборони РФ. 29 вересня. Обов'язково попрошу вас, звісно ж, поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати. Пане Романе, 125 безпілотників, сім регіонів, є влучання по черзі, будемо говорити, Єськ, Краснодарський край, аеропорт Балтімор. Б'ють наші данні средства пораження. Уже видно, массове количество атак увеличивается, географія увеличилась. То, що ми з вами проговаривали постоянно, треба більше сотні безпілотників використовувати для того, щоб вскрывати одновременно, для того, щоб вскрывати систему противовоздушної оборони противників. Одно дело, зенитно-ракетні комплекси, які стаціонарні, які, допустим, об'єктові, накрывають некоторе направлення, вони не двигуються, т.е. в основному передвиження йдет в районі некоторого квадрата. Другое дело – авіація, тому що авіація також перехватывает безпілотники, пытається, по крайней мере, якщо ви використовуєте більше сотні безпілотників, вони сотню самолітів одновременно ввоздух не подивлюють. Т.е. це так называемое увеличення определенной планки коэффициента пресечення ПВО противника. Оно у них где-то за сотню уже переваливает, тому нам надо 150, уже дальше надо двигаться, 150-200 безпілотників одновременно для того, щоб і географию надо увеличивать. Т.е. направлення, як в этот раз було, в очередной раз, це вже нащупали этот механизм вскрытия ПВО противника, і дальше йдет выполнення боевой задачи. Удари були сьогодні по военним объектам, чистому виді по военним объектам, аеродроми, склади і в містах хранення техніки, военной техніки РФ. В течінні суток, я думаю, до завтрашнього дня, Генштаб, Главне управління розвідки, після свірки підтвердження, вже доложит о реальних потерях противника після цієї атакі. Пане Романе, власне, також були прильоти і удари, і детонація, також порт Азов, це ми вже говорили раніше з вами, що туди прилітало. А також, що цікаво, вже супутників є результат НАСА, що є як мінімум три точки загоряння, арсенал боєприпасів. Це Волгоградська область, якісь населени пункти, Катлубань. Катлубань, це северні Волгодонського каналу, це якраз вже правильне направлення. Діло в тому, що по Волгодонському каналу передвігається більше кількість боєприпасів, в тому числі. Це ж соєдиняє Волгодській з Доном, тобто, практично Каспий з Азовським і з Чорним морем. Тому важливо унічтожати і порт Азов, це район Ростова, то є одна із логистичних цепочок, і в тому числі Катлубань. В Катлубані йдет також перегруз. Іспользуються склади в качісті транзитного складу, йдет перегруз боєприпасів. Дальше є определенная логиста, в основному на юг, юго-запад, в сторону Ростова, і на запад напрямую на Харківщину. Тобто, вони там використовують цей склад також для наповнення Харківського направління. Тобто, розвідка працює, виполняє бойову задачу, далі до розвідки йдуть удари. Я думаю, ще раз повторюю, в теченні суток ми вже точно будемо знати результати цього удару. Пане Романе, окрім цього, в Самарській області Російської Федерації партизани провели операцію і підірвали, я так розумію, цей залізничний міст і пошкодили бетонні конструкції. Поїзд вантажний, я так розумію, він може теж бути причетний до війни в Україні, не перевернувся, але зупинити його довелося і наразі невідомо, чи працює ця гілка. Російська армія питається в основному по железних дорогах, так як расходи полумільйонна армія знаходиться з точки зрення воєнного логістіки в дуже неудобному положенні, тому що вона практично растянута на тисячу кілометрів фронта, якщо считати от Крима до Харкова. А зараз ще добавилася і частина Курської області. Тобто це ще до 1500 фронтів, причем расположення особливо більшої частини дуже неудобно для логістики, і їм приходиться перебрасувати, забрасувати, по крайній мере, в кишку цього фронта, прижатого Казовському морю, Казовському части Чорного моря. Тому для росіян дуже важне железнодорожне сообщення, для нас важне його уничтоження, причем разними средствами пораження. Есть дальніе средство пораження, дуже складно уничтожити, допустим, ракети или беспилотникам железнодорожне полотно, тем більше вони быстро його восстаналують. Оптимальний вариант – це робота непосредственно на місці, либо диверсионно-разведовинних груп, которые сейчас у нас є, як мінімум по трьом, по четырем нашим спецподразделениям. Главное управление разведки, служба безопасности, силы спецоперации, служба внешней разведки. У них є свої групи, які виконують цю задачу. Но зараз йде активізація груп сопротивлений тех національних кластерів, на які буде в своє час розпадатися РФ. РФ, вони також работають на победу, нашу победу над Российською імперією, естественно, на свою победу уже под задачу выхода из-под протектората Москви. І ця робота ведеться, она видна, причем там большой спектр тех груп, які займаються, начиная від партизан Мальцева и заканчивая уже готовыми армиями сопротивления, которые работают на российской территории. Россияне мало об этом говорят, иногда пытаются затереть такого рода действия под какие-то случайные вещи, но случайно не взорвется железнодорожный переход, потому что здесь уже деваться некуда, приходится им их подтверждать. Пане Романе, також є результат роботи Главного управления разведки. Вони заявили, що їм вдалося провести унікальну операцію і ліквідувати цілого полковника Російської Федерації, звати його Олексій Каламойцев. Він є людина, яка керувала 924-м центром. Це військова частина безпілотної авіації Міністерства оборони, яка займається підготовкою спеціалістів із бойового застосування безпілотників. Показі йдуть горячі боєві дійси на нашій території. Зараз більша частина наших вооружённих сил занята как раз уничтожением россиян на полі боя на лині фронта, і розвідка в тому числі. Но часть разведгруп, работаючих в тылу противника, вже починає запускати маховик дальнішого уничтоження учасників. Це дальніше, мається ввідомо, вже і після нашої побіди, уничтоження учасників геноцида українського народу. Це повинна стати, в кінці кінців, рутинна робота, десь на полтора-два десятка років на нашій спецурі після нашої побіди. Тут чуть по-другому. Є розділення роботи. На паркете і в полях. Надоело на паркете, скорее всего, генералу находиться. Пошел в поля. Правильне действие надо иногда чувствовать. Для того, чтобы правильно принимать решение на паркете, надо выходить в поля і чувствовать обстановку. Це дуже грамотно. Це так называємова обратна связь. Лучше работает весь організм в такому режимі. І зараз у нас практически весь генералітет виконяє боєві задачи, причем і на лінії боєвого соприкосновення, в тому числе. От Сырського до Буданова. Це вроде різні направлени. Буданова причиняється на данний момент міністру оборони, в Міністерстві оборони структури, а Сырський – це главком вооружених сил України. Тобто вони зараз працюють в полях, якраз в преддверії, скорее всего, получения, или начало получения тих 8 млрд, которые нам пообещав Білий дом. Пане Армане, якщо говорити про Білий дім і про дозвіл використовувати дальнобільну зброю їхнього та й західних партнерів по території Российської Федерації, от є голова постійної делегації України в НАТО, народний депутат Єгор Чернєв. Він каже наступне, що щось відбулося. Цікаво, що саме. Він про те, що начебто його джерела, його там конгресмени знайомі, західна преса, казали, що дозвіл фактично є про удари, але от зараз бачимо, що його чомусь офіційно немає. І тут персекретар Володимир Зеленський-Нікіфоров каже наступне, що росіяни і Росія, і територія Росії першою дізнається про дозвіл бити далекобірійною зброєю, а вже потім буде офіційно заявлено. І тут я згадую про те, що десь так само було заявлено про нас ракети Стромшеду, якщо я не помиляюся, коли спочатку росіяни дізналися, тому що був приліт, а згодом офіційно було заявлено. Ну, тут начало, з нашої точки зрения, обнадеживая, тому, що нам що-то передадуть, нам що-то підготовят. Ми ж помнім про F-16, вони носились F-16, це не ми даже носились, а американці, вони ж виделили 100 мільйонів доларів в 22-му году на підготовку літного составу, буквально через несколько місяців, після широкомасштабного вторження, а потім поменяли, так сказати, бартер у них такой интересний відбував. А в це время росіяния готовились передати Су-35 іранцам. І от ми не получили F-16, іранці не получили Су-35. От таких механізмов передергивання американцами Белым домом, непосредственно байденовській администрації, дуже багато вже раз вони використовують. Ми як ванки встаньте, помните, сколько раз ми з вами про це говорили, українців використовують як ванку встаньку. Коли треба, встаньте, коли не треба, ложитесь. Примерно так. Була накачка і давлення, було давлення на Москву з допомогою розрішення дальніми средствами пораження бити по російській глибинці, давили, щоб з них щось віддавити. Могли віддавити, допустим, непередачу тех же ОНИКСів на Ближний Восток. Могли выдавити непередачу каких-то технологій, там, Рану или Северной Кореї. То есть торговались. И вот Белый Дом, а в очередной раз, так как наша делегация не подтвердила использование дальних средств поражения по российской территории, значит, они в очередной раз с Москвой расторговали нашу проблему. Это надо четко понимать, почему я всегда говорю. Вот, чтобы потом не разочаровываться, лучше не очаровываться. Американцы в этом смысле свои вопросы решают за счет, за наш счет, за счет наших жизней, за счет наших ведения боевых действий. То есть, и на них просто, особенно на Байдена, Байден, так сказать, это политическое передергивание, он четвертый год этим занимается, и дай Бог уйдет, и чтобы о нем слышно не было. Абабами, это вот эти вот передергиватели такие старые, я бы так сказал. Новая, может быть, команда зайдет, она не будет так работать, понимая, что это наши жизни, по крайней мере, нас дергать не будет. Потому, посмотрим, как это дальше произойдет. Может, в любой момент измениться ситуация. Та же Россия не будет заинтересована в этой сделке, передаст те живонекцы тем же Хуситам, и Оникса ракета очень хорошая, 300 километров работает по кораблям. То есть, вот почему эта тема сейчас и проворачивается в эфире передача этих ракет Хуситов, потому что противокорабельная ракета идет больше двух махов, ее перехватить очень сложно, практически затопить весь этот залив могут Хуситы и удерживать, по крайней мере, те же американские корабли на определенном расстоянии. Вот это может быть условием такого рода сделки. Нам может в любой момент рухнуть. Почему? Потому что та же Россия примет решение о передаче этих ракет, и дальше мы уже мы получим как великую манну небесную разрешение от Белого дома работать по российским тылам. Но в это время россияне с 300-километровой дальности выведут все свои реальные цели, по которым был бы смысл работать. То есть вот так это все происходит, а не так линейно, как иногда некоторые наши политики докладывают, то тоже подыгрывая с одной стороны и тому же Белого дома. Ну, власне, пане Романе, Черняка, что какие-то там могут быть, как вы кажете, домовленостей, какие-то поступки с какой-то стороны, и это, что все происходит не линейно. И вот Лавров выступал в ООН, он также снова прогрозил ядерную оружие. До речи, сказал, что там это будет крок вперед, что в Украине отказаться от вопроса мови и так же, если не будут заборонять московский патриархат. Что цікаво, я пригадаю, мы с вами про это говорили, Туреччина начебто вела перемовини с США, что они могут третьей стране продать свои С-400, а не повернуться в программу Ф-35. Так вот, Лавров застеріг, сказал, что без дозволу Росії Туреччина не может Индии или Пакистану продавать эти С-400. Чи можуть отакие речи теж быть методом шантажа Росії? Конечно, они еще озвучиваются в эфире иногда, то есть специально в информационном пространстве забрасываются для того, чтобы аналитические службы, которые добавляют в аналитических записках, допустим, на принятие решения, добавили давление при его принятии. Потому возможности это однозначно есть, давление понятно, а некоторая артикуляция допустим тех хотелок Москвы показывает как раз их проблемы. То есть московский патриархат не запрещать нужно, их судить уже надо. Судить конкретно по 111 статье, у них же на руках украинские паспорта, потому их можно судить как раз за госизмену и причем впаивать полностью пожизненное с полной конфискацией. конфисковать весь московский патриархат и передать его украинскому. Надо еще кстати как раз патриархат еще получить, то есть надо работать с Константинополем по этому вопросу. И в таком режиме решить вопрос навсегда забыть эту тему. Это вот для того, чтобы вас не пынали и не шпынали по чем-то, по каким-то позициям, их надо просто на ноль множить. Это мы сколько раз говорили. Ну нельзя качать газ, нефть и дизель через Украину, потому что мы этим добавляем большое количество долларов, нефтедолларов России. Миллиарды, десятки миллиардов долларов. Не должен быть московский патриархат в нашей стране. Почему? Потому что он работает на Москву. Его вообще не должно быть. Не запрещать, не уговаривать. Его не должно быть. Их судить надо. Это работа контрразведки. Но у нас кстати по этому поводу служба безопасности очень хорошо работает. Она показала такие действительно результаты серьезные. И сейчас я думаю задавим этот московский патриархат. Мы с ним на Донбассе встретились. Через эти попов московских через них даже оружие заходило. Мы оружие выгребали с лавры в свое время еще в 14-15 года. То есть российское оружие. Они через них завозили его. Куда с ними еще там цацкаться? Это враги в чистом виде враги. Только под рясой Поповской рясой погоны ФСБ скрываются. Потому тут можно подряд. За только принадлежность к московскому патриархату уже можно по 111 украинскому судить. У них еще раз повторюсь украинские паспорта. То есть подход должен быть довольно-таки жесткий. У нас война. У нас черное-белое. У нас не должно быть серого. Серое это для мирного времени. Вопросов нет. Восстановим территориальную целостность. Уничтожим российских оккупатов на нашей территории. Уничтожим потом всех бешеных собак, которые были причастны к геноциду украинского народа. А потом перейдем в серое. По-другому никак. Иначе мы как государственность потеряемся. Поэтому тут вопросов нет. Ну а с языком Лавров еще раз забрасывает темы для разъединения. Ну нет проблем с языком. У меня никаких проблем с языком. Потому я донецкий. И никаких вопросов никогда самое интересное не было. Они там живут в каком-то замоскворечье где-то на облаках этих рублевских. Но вбрасывают вопросы по языку в том числе. Потому ну что сказать до свидания надо уже говорить. А лучше прощай. Это самый оптимальный вариант. Друзья, продолжим сбір для подраздела сил специальных операций, которые работают на Курщине. Цена питания 400 тысяч грн. Им потребен реп очень необходимый. Нагадаю вам, что за найбільший донат вы отримаете трофейный ніж російського ФСБшника. За просто донат отримаете трофейный шеврон с курдького напрямку. Давайте зробим так, або наши оборонцы мали реп, а кто из вас ци трофеи. Пане Романе, Китай, Бразилия, Туреччина, Казахстан та ще 8 країн виступили із спільною заявою, о которой застерегли від погроз застосування ядерної зброї. Заяву прилюднили штаб-квартирі ООН у рамках тижня високого рівня Генерального воєнних операцій. Такі країни, як Китай, Туреччина та інші, я так розумію, це прямі. Вони не називали нікого, звичайно, з країн конкретно, але це пряма вказівка Путіну, можна вважати, що заборонена ці зміни в ядерній доктрини і погрози світу використати ядерну зброю. Ні, вони зараз намагаються прикрити якраз російські енергооб'єкти від наших вже ударів. За два за два з половиною роки росіяни унічтожили практически всі наші теплоэлектростанції, частини електропередач, положили практически нашу енергосистему. У нас не було чим работать по росіянам, то есть зеркально, а сейчас у нас вже є чим работать. Сейчас ми можем унічтожити НПЗ російських, можем унічтожити генерацию російську в тому числе. Вот сейчас Китай начал прикрывать Россію, подводя це все под енергообіект, да не буде Путін по енергообіектам бить, но він прекрасно понимає, що якщо полетит обратно, так у них намного більше проблем буде. Да любой наш енергообіект, якщо він якось буде скрыти, так по Чернобылю це все показало, що ушла эта практически большя части взрыва ушла как раз на Брянську область, зацепила Гомельську, Белоруську і ушла на Брянську область, та же самая картина, так по северному полушарию йдет движение воздушних масок, все, що в воздух поднимається, потом ложиться на Россію, потому якщо подниметься какая-то біда в воздух, она ж выпадет до Уральських гор, примерно так, потому как раз по ядерным объектам Путін бить не буде, а Китай сейчас пытается прикрыть российские энергообіекты и в том числе нефтеперерабатывающие заводы механизм давления на принятие решения нашими партнерами работать дальними средствами поражения по российским тылам, потому что ракета Штормшеду может зайти и по складу с горючкой, и по НПЗ, и в том числе по энергогенерации, потому что это военный объект, тем более россияне у нас их уже все разрушили. Вот такая интересная подлиння такая роль Китая сейчас на данный момент на мирной риторике пытаться прикрыть российскую экономику. Пан Роман, на видание Times каже наступное, что есть доказы о том, что Китай помогает Россию. Ну и Антоні Блінкен после встречи с ВАНИ, мы тоже с вами вчера про это вспоминали, сказал, что это никакой не мирный план, и это все такий туман, который пытает КНР кинути, потому что там Россия получает 70% и 90% соответственно и станков для выготовления ВПК, ну и там микро чипы и всю электронику, которую Россия не имеет больше где брать. Вот эту статью надо распечатать на А4 и прибить каждому каждой канцелярской на лоб. Написано, что Китай непосредственно участвует в войне против Украины разными средствами. Начиная от поставок развединформации и заканчивая поставками военной техники. Узлов агрегатов для производства дальних средств поражения в том числе участвуют и в передаче тех же северокорейских снарядов, боеприпасов методом выдавливания, то есть замещения своей продукции. Это тоже все прекрасно понимают. Китай в чистом виде врач. Китай, Россия, Северная Корея Иран, Беларусь имеется в виду белорусский оккупационный режим лукашенковский. С ними не то что контактировать. С ними на одном поле картошку садить нельзя. А сейчас опять обнимаются сваны, собираются лететь в Пекин, Сидзиньпиню и так далее и тому подобное. Пан Романе, є вже, поки мы с вами говорили, деталізація удару по Котлубані. Відомо наступно, що там зберегалися іранські балістичні ракети. Прогаду, ми також з вами говорили, орієнтовно казали в західних ЗМІ, що 220 одиниць цієї балістики, ФАТХ-360 передали. Арслан Зброї атакували сили спеціальних операцій Збройных сил України, підрозділи ГУРу, також СБУ, так розумію, це спільна операція. І що цікаво, що там кажуть, власне, що іранська балістика була. Це те, що ми з вами проговаривали. Тобто, ідет, допустим, движение, якщо по морю. Каспий, Іран відгружає по Каспію, далі по Волгі, підіймається до Волгодонського каналу, а якраз Котлубань віднаходиться ріадом. Тобто, вони використовують її як транзитний склад. Тобто, ідет перегруз і далі вже розвідка по направлению. Либо сплавлення можуть дальше через Волгодонський канал на Дон і дальше сплавляти другие види іранської техніки і боєприпаси сплавляти вже по Дону, в Азов і в Черное море. Тобто, то есть, выходить вот такая связка. Котлубань как раз рядом, получается, с Волгодонським Канадом. Там надо ще самим каналом разбираться. Там є шлюзи, по которым можна отработати дальніми средствами поражения, перекрыть этот канал снабження между Каспием і Черным морем. Вони ж туда і обратно можуть гонять ракетні катера. С Каспием можуть перебрасувати. Там є малі ракетні катера. Вони як раз по Волгі, по Волгодонському каналу, по Дону можуть заходити в Азов Черное море і в обратну сторону убігати, называется. Они, кстати, несколько кораблей уже перебросили в Каспийскую флотилю вот таким способом. Потому что шлюзы на Волгодонском каналі уже давно просятся по поводу уничтожения. Просто беспилотниками до них не достать. Туда нужны ракеты. Ракеты с боевой частью где-то до полутонны для того, чтобы можно было повредить или вывести из строя эти шлюзы. Пане Романе, голова Військового комитету НАТО адмирал Роб Бауэр він висловився про війну і про курдскую операцію. Він однозначно називав курдський захід хорошою ідеєю, тому що це відтянуло ті резерви, які могли бути задіяні на сході нашої країни. Також він сказав, що є проблема зараз в двох армій і окупаційної і Силу оборони України, це є кадрова проблема, але він заакцентував на тому, що росіяни мають значно більші проблеми саме з офіцерським складом, бо він каже, що в перші два роки війни втратили дуже багато людей, багато старших офіцерів, які могли б зараз навчати нових солдатів, які набирає Росія. Ну, це стандартний подход к обучению в армии, особенно в сухопутних войсках. Очень важно не с нуля что-то строить, а именно заводить, допустим, новобранців, заводить в уже боевые части. Оптимальний вариант, щоб їх було не більше 30%. То есть, грубо, как только до 70% допустим, падає боевая способность какой-то части, туда надо заводить внову новое пополнення, щоб, грубо, старики могли обучити молодежь. Причем, каждые 3-4 месяца меняється обстановка, меняється на поле боя применення средств поражения. И це динамика. Якщо ви в эту динамику не попадаєте, то вся молодежь где-то в каком-то одном кластерному подразделенні, она просто може погибнуть практически до 90%. Там 10% выживає из-за генетичних своих способностей. То есть, так делать нельзя. Россияне сейчас так делают. У нас, кстати, тоже это беда. Иногда бывает, иногда с нуля начинают создавать новые подразделения. Нельзя ни в коем случае это делать. Заводить надо именно в воюющие. Причем оптимально на данный момент воюющие оптимал. Это мы уже рассказывали пункты постоянной дислокации тех. Это надо открывать в каждой бригаде в ППД открывать рекрутинговые центры для того, чтобы воюющая бригада могла обучать вновь прибывшие составы, не создавать какие-то новые кластеры. У России эта проблема довольно-таки серьезная. Почему? Потому что они не могут этого делать по определенной структуре подготовки личного состава. То есть старая советская система, которая подготавливает в большом количестве новые подразделения, а потом их просто бросает на убой в качестве уже ни одного рекрута, то есть ни одного террориста, а сразу подразделения. Причем от батальона где-то до полка. Бывает и так. Это подход советский прошлого тысячелетия. Он работал во Вторую мировую войну, тогда Советский Союз потерял десятки миллионов солдат вот таким способом. Россияне продолжают этот механизм, потому у них эта проблема есть, и она не восстановится. Вернее, она может восстановиться в одном случае, если заморозить боевые действия, если россияне добьются какого-то перемирия, тогда у них может быть отвод воюющих подразделений, дальше до укомплектования, и тогда у них получится довольно-таки серьезный боевой кулак. Этого нельзя допускать ни в коем случае. почему почему сейчас все эти китайцы и рядом с ними стоящие проталкивают эту тему остановиться, усесться за типа дипломатические переговоры и так далее и тому подобное. Задача основная как раз вот это дать восстановиться российским в том числе и личному составу, то есть армии. А курское направление, ну, курянам надо спасибо большое сказать крымчанам. А если бы те ленивые россияне, которые ждуны, которые были в Крыму в 2014 году не позвали Россию, не открыли двери, калитку не распахнули у каждого свою, то не было бы проблем сейчас у курян. Потому я думаю часть россиян наверное будет всю оставшуюся жизнь косо смотреть на этих ждунов крымских и донецких в том числе, которые притянули войну в России. Это можно сказать закон бумеранга, его никто не отменял. Война всегда возвращается туда, откуда она началась. Война началась из Москвы. То есть москвичи в основном в конце концов отгребут москвичи. Если какой-то город в ноль будет сержен, так это Москва. Причем не только украинцы. Москву будут жечь чечены, ингуши, ичкерцы имеется ввиду, ингуши, дагестанцы, татары вспомнят еще Ивана Грозного. То есть еще ту резню в Казани, которую Иван Грозный в свое время устроил. И так далее до якута. Счет москвичам выставят все народы бывшего Советского Союза, которые в свое время москвичи поработили. А начнут скорее всего именно с этих крымских ждунов. Крымских и донецких ждунов. Это первые те мягко скажем нелюди, которые не просчитали чем это закончилось. То есть захотели жить в России, но чемодан, вокзал России, вопросов нет. Кто же держал? Еще б спинка могли отправить, чтобы скорость придать. Нет, притащили Россию в Украину, притащили Россию в Грузию, притащили Россию, это все ждуны, притащили Россию в Молдову еще в свое время и так дальше по цепочке. Могут притащить Россию попытаться в Казахстан, впереди еще большая проблема. Могут притащить Россию эти ждуны попытаться в страны Балтии. То есть проблема никуда не делась, она есть и Казахстану, и странам Балтии, надо работать над этими ждунами. спецслужбам надо принимать решения и выдворять из страны даже намеки на такого рода будущие действия. Тогда обезопасите свои страны. Ну а нам, естественно, нам свои рабыть, нам полмиллиона россиян надо отминусовать на нашей территории, там еще сколько сотен тысяч останется бегать по шарику, которые были до этого, 2014 года, там уже минусовать гуровцам и СБУшникам, но они свое дело знают в Северном спецоперации. Пан Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам 29 вересня. Сьогодні неділя обов'язково з вас лайк, подписаться, прокоментувати і поділитися нашим щоденним воєнним зведенням. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу. Побачимось в ефірі. 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 Побачимось в ефірі.